доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии четверга как и всегда разбираем с утра основные события минувшей торговой сессии смотрим как они отработали в динамике привычных для нас финансовых инструментов ну и при необходимости если есть в этом особая потребность меняем определенные ожидания корректируем взгляды относительно того где инструменты составляющую основу нашей спекулятивной торговли могут оказаться дальше вчерашний день крайне удачные для всех тех кто вовремя поставил на ослабление доллара американская валюта действительно опросил и индекс доллара находится на минимумах за много последних месяцев мы разбираем поведение доллара против японцы и против рисковых инструментов видим то что отрабатываются действительно идеи то истерийского активы пользуются слабостью американца растут активный рост восходящая динамика была продемонстрирована евро вчера мы на этом также заработали фунт показывает более-менее вялую динамику обычно при спокойном новостном фоне хотя по британцу нас уже давно такого не было но когда-то были времена друзья я напомню что евро и фунт очень сильно коррелировали по динамике сейчас мы видим что это не совсем так до евро вырос фунт тоже вчера прибавил меньше чем европейская валюта но в то же время сейчас мы понимаем то что в отличие от европейской валюты фунт в ожидании очень серьезного фундаментального события которое может стоить ему не одного процента скажем так его валютной капитализации вот чтобы далеко сразу не отходите от британца хочу привести вам в доказательство ожидания мощных и интенсивных движений уже на следующей неделе может быть даже и раньше начнутся это прогноз джипи морган поскольку они детально следят наверное как и все за тем что происходит по текущему переговорческому процессу по соглашение о брэкзите прогнозируют в своей инвестиционной декларации для клиентов то что если соглашение все-таки будет одобрено палате общин в следующий вторник британская валюта укрепиться на 3-4 процента в то же время если реализуется сценарий противоположный то есть если прохождение этого документа заблокирует а британская валюта просядет уже процентов на семь и восемь этого очень много друзья и я считаю что сценарий который предполагает как раз ослабление британской валюты он является более интересным на нем с точки зрения спекуляции реально можно неплохо заработать и да это очень рискованное предприятие потому что в конце концов насколько бы нам не казалось что мы прекрасно разбираемся в том что происходит вокруг брекзита насколько бы нам не казалось что мы знаем на каком в каком состоянии сейчас находится вот баланса голосов за и против все-таки до конца мы в курсе безусловно не будем и итог точнее результаты голосования в парламенте они для нас являются сейчас гипотетическими я напомню что занял сторону скептиков я считаю что очень много на рынке было сигналов за последние месяцы указывающие на то что этот документ вряд ли а пропустят оппозиционеры дальше и соответственно к сожалению реализуется сценарий жесткого брекзита поэтому я предлагаю вам а прислушаться к позиции джипи моргана но в большей степени даже к негативному сценарию когда буквально через несколько торговых сессий мы можем увидеть серьезное ослабление британской валюты друзья если вы прислушайтесь к моему мнению и в конце концов ситуация окажется ровным счетом другой то есть британец вырастет каким-то чудом я не знаю удастся ли а проточить это соглашение еще раз повторяю что вероятность этого крайне низко но чудо может произойти особо прошу лично меня не критиковать это субъективное мнение но я думаю что многие из вас разделяют точно такую же точку зрения и позицию поэтому нас не мало может быть нас достаточно чтобы в конце концов вербально визуализировать именно возможность хода британца именно в том направлении которое я только что озвучил немного мы отвлеклись давайте вернемся к все-таки привычного для нас сценария напоминаю что прежде всего мы делаем акцент на содержание экономического календаря сегодня день конечно же не такой насыщенный как вчера очень много у нас интересной а статистики инфа поводов фундаментальных событий было отыграно мы будем резонировать опять же от последствий этих а событий дальше до конца этой недели быть и позже но по американцу уж точно потому что мы получили еще один сигнал того что американский регулятор скорее всего станет примерять на себе более сдержанную позицию касательно высоких темпов ужесточения денежно-кредитной политики и рост процентных ставок как тенденция да нам будет продолжена но я думаю что раундов как говорят шагов рестрикции этих нормализации денежно-кредитной политики будет гораздо меньше чем в 2018 году и как раз изменение позиционирования ожидания заставляет нас сейчас корректировать и представление о том что будет с долларом вчера мы получили сигнал от протоколов указавших на то что доллар аутсайдер рынка американской валюты просела друзья мы коснулись нашей отложки отложенный ордер по паре доллар иена сработал мы сейчас коротких позициях и ждем пару доллар иена ниже сегодня в 16.30 заявки на пособие по безработице я думаю что вряд ли этот релиз окажется серьезным влиянием на поведение доллара но для общего развития как я привык комментировать такую статистику особенно еженедельную статистику будет неплохо скажем дождаться или посмотреть завтра мы безусловно порассуждаем о состоянии американского рынка труда но я думаю что наверное только лишь американский сектор труда не нуждается сейчас каких-то дополнительных сигналов и доказательствах того что все хорошо мы помним non-farm pearls который вышел неделю назад и эта статистика превзошла все ожидания фактически сейчас остается релиз отчет одним из самых сильнейших чуть ли не за это количество новых рабочих мест созданных в рамках американской экономики вместе с хозяйственного сектора превысило 300 тысяч друзья и еще больше прогресс был зафиксирован в темпах роста заработных плат ну пожалуй вот в плане позитива для доллара на этом все и заканчивается чуть позже я вернусь к доллару и продолжить делать это и на а следующих брифингах хочу чтобы у вас сложилось четкое представление о том что в моменте влияет нам доллар чем мы можем жить и долгосрочная перспектива по американцу и что в принципе сейчас гридер для американской экономики по 20 00 для доллара события куда более важная потому что это выступление джерома паула председателя американского регулятора важно будет сейчас послушать его позицию потому что эта позиция уже с оглядкой на и протоколы и на последние провальные отчеты от эсэм производственном секторе и сфер услуг мы их детально разбирали друзья начале этой недели если вам интересно если вы пропустили можете вернуться назад посмотреть прошлые брифинги я даже прошу это сделать потому что очень важно чтобы вы понимали насколько плохими оказались эти релизы там зафиксированы минимальное значение за последние десять лет и я хочу чтобы вспомнили каким образом эти провальные релизы повлияли на доходности американских облигаций это тоже важно потому что мы за всем вот этим рассуждением о том что происходит с американской экономики все-таки понимаем что не просто так сейчас все кто более-менее осведомлен о том что происходит поговаривают о высокой вероятности рецессии действительно шанс на это есть и сигналы вероятность этого есть так будет более правильно и сигналы разного толка на рынке также появляются давайте теперь поговорим о нефтянки которая радует нас как к срочных покупателей потому что котировки продолжают расти хай вчерашнего дня 61 67 мы стали друзья еще ближе к нашей с вами цели 65 если мы доберемся до этого уровня но начало года будет просто потрясающим я хочу всех поздравить друзья тех из вас кто все-таки вместе со мной следить за фундаментом и пока что попадает в точку именно с ожиданиями того что происходит с теми или иными инструментами я безусловно не буду брать на себя скажем пробовать и примерить на себе статус того что это было абсолютно прогнозируемо по движению финансовых инструментов нет все-таки до конца никто не знает что происходит и произойдет с финансовыми инструментами но мы стараемся адаптировать тот фундамент будучи фундаменталистами к тем движениям которые нам кажутся более вероятными по разным инструментам и вот с нефтью нам она удалось сделать потому что мы поставили вовремя на разворот котировок нефти на как косочный откат который сейчас продолжается я по-прежнему говорю друзья о том что это всего лишь коррекция да она серьезная выраженная процентного выражения действительно мощная даже но я уверен то что нисходящий долгосрочный нисходящий тренд он по-прежнему не сломлен потому что те проблемы которые в прошлом году ввалили рынок нефти они никуда не делись и сейчас рынок растет только потому что хочет верить в то что усилия стран опек ключевых экспортеров лучше скажем даже стран опек плюс а по ограничению производства будут способствовать так называемому ребалансированию рынка черного золота позже в этом году мы присоединились к этой позиции пока что считаем что я уверен что на этих новостях этих событий в этом фундаменте рынок еще какое-то время подрастет для в целом черного золота сейчас три основные факторы роста это оптимизм который связан с прошедшими переговорами между сша и китаем собственно трехдневные переговоры они стартовали в понедельник вчера завершились комментариев как таковых конкретных мы не получили но какие-то отдельные скажем отголоски итогов предварительных того о чем говорили и о чем договорились есть это китай обязуется увеличить закупки сельхозпродукции промышленных товаров услуг все это конечно же необходимо для того чтобы хотя бы немного выровнять показатели торгового баланса соединенные штаты америки трамп постоянными твитами своими отдельными заявлениями комментариями дает понять что он всячески приветствует текущий ход переговоров он приветствует позицию китая которые открыты к этим переговорам которые с охотой садятся за вот этот стол обсуждения которое обсуждение по преодолению недобросовестных торговых практик и вот в этих комментариях мы видим конечно же надежды может быть даже начинаем их несколько преувеличивать надежды на то что в конце концов торговая перемирия истекающая в марте в конце концов завершится двусторонним торговым соглашением в общем участники рынка безусловно следят за ходом переговоров считается что именно а то как обстоят отношения между китаем и сша сейчас основной новостной а фактор для всех финансовых рынков и скажем позитив по этому фону это возможность роста рисковых инструментов негатив мы видим то что риск теряет защитные инструменты напротив восстанавливаться поэтому первый фактор текущей поддержки для рынка нефти это ожидания и надежды оптимизм признаки прогресса в торговых переговорах которые завершили собственно вчера второй фактор это снижение добычи ключевыми нефти экспортерами я говорил вам о цифрах приводил их в доказательства вчера со ссылкой на опек о том что добыча нефти сократилась в прошлом месяце на по-моему 630 тысяч ну могу немного ошибаться но в целом цифра похожа 630 тысяч и баррелей до минимального уровня по добыче производства за последние шести месяцев это тоже посеяла надежда на то что страны опек могут быть настолько сознательными и дальше и соответственно действительно усилия которые еще связаны с общей позиции а страны опек плюс сократить производство нефти на 1 и 2 с января 2019 года это будет способствовать названной и обозначенной реабилансировки и третий фактор конечно же друзья это статистика по запасам нефти мы ждали вчера этот релиз поскольку были уверены что отчет от администрации на технической информации укажет на схожие значения с отчетом от американского института нефти и в случае снижения мы получим еще один фактор роста котировок нефти и наши ожидания были оправданы потому что судя по прошу прощения судя по статистике которую мы получили запасы нефти снизились на 1 и 7 миллиона против прогноза снижения на 1 и 4 да это не такое сильное сокращение как от американского института нефти но все равно свою порцию позитива мы получили получили третий фактор поддержки для котировок и смогли все-таки преодолеть сопротивление 60 долларов за баррель оказаться даже выше 61 50 сейчас правда чуть откатили ожидание по росту друзья сохраняются я уверен то что немного даже подогревать интерес к нефтянке будет еще и слабый доллар а сейчас думаю что до конца этой недели мы сможем еще ближе оказаться с уровнем 65 долларов за баррель это собственно тот рубеж который остается нашей с вами целью рубль пока что разочаровывает хотя в принципе легко объяснить то что происходит с рублем на фоне восстановления котировок и нефти но в данном случае по курсу российской валюты мы умеем ждать я понимаю что в принципе остается долгосрочным ориентиром для рубля в данном случае я думаю что может быть даже лишние мои комментарии о том что цели по паре собственно доллар рубль в районе 68 69 или даже 70 они по-прежнему актуальны если вы раньше не покупали валюту против рубля то возможно текущий рост а котировок нефти это подарок для вас чтобы зайти в эти длинные позиции по более выгодным ценам дальше идем доллар иена 107 90 друзьям а при этом мы видели как доллар начал активно валиться еще до выхода протоколов это было связано со комментариями чиновников федрезерва о том а что же все таки будет дальше с политикой американского регулятора я вот уволил для себя булларда бостика и эванса в частности тезисно скажем буллард считать что ставки вовсе не нужно больше повышать даже сделал комментарий о том что если американская экономика все-таки в девятнадцатом году серьезно просядет можно будет даже рассмотреть возможность возобновления цикла снижения процентных оставок также буллард очень много говорил о вероятной рецессии считает что не обоснованы не оправленные агрессивные действия федрезерва по дальнейшему разгону процентных оставок таких же темпах как было в 2018 году и приведет экономику на собственно к рецессии бостик считает что фрс следует проявить большую терпимость в плане темпов ужесточение политики и максимум что будет уместно для изменений ключевой процентной ставки это два шага нормализации денежно-кредитной политики я в принципе с ним согласен то что максимум действительно что мы увидим в этом году это два шага по на росту процентных ставок но это все равно комментарий которым можно отнести к разряду мягких потому что раньше мы были заряжены на то что федрезерва на сохранит приверженность прежним высоким темпом ужесточение денежно-кредитной политики но сейчас мы понимаем что это уже не так и эванса также в принципе констатировал что федрезерва уже близка к нейтральной политики по процентным ставкам что оправдывает паузу в дальнейших опять же действиях по ужесточению монетарного режима протоколы мне крайне понравилась друзья формулировка я вот прям и даже выписал потому что запомните невозможно я хочу чтобы просто прослушали пропустили через сознание поняли что федрезерв ну действительно начинает понемногу включать заднюю основной тезис протоколов то что относительно ограниченное ужесточение было бы вероятно в перспективе 2019 года набор слов на мой взгляд о которой не дает конкретики о том что произойдет и дальше но если вы не уловили в этом сигнал того что американский регулятор признает наличие большого количества рисков из-за которых ему лучше уже не торопиться я хочу чтобы вы поняли что это действительно так и по протоколам стало ясно что даже в момент прошлого голосования ряд членов федрезерва которые обладают правом голоса уже выступали и высказывались против того что ставки нужно повышать сегодня друзья напоминаю мы после протокола после слабых отчетов по айсэм ждем выступление джерома паула и я абсолютно уверен то что джером пау подтвердит в ожидательную позицию американского регулятора и обозначит ряд рисков за которыми стоило бы сейчас понаблюдать и последить только после того как картина в отношении не прояснится снова можно будет вернуться к формулировкам таким как к повышение процентной ставки зависит от выходящих макроэкономических данных поэтому сегодня я жду под закрытие торговой сессии еще больше у давления на доллар соответственно я жду что просадка американского доллара поспособствует еще большему укреплению канадца который я с некоторых пор также уже является частью нашего локального краткосрочного инвест портфеля и жду еще большего роста европейской валюты вот на этой ноте давайте перейдем к евро который сейчас находится на отметке 1 15 64 друзья я думаю что если мы сделаем уровень 1 16 наверное все таки нужно будет вспомнить и про мой комментарий о том что рост европейской валюты ограничен в ближайшее время и считаю что на отметке 1 16 но может быть чуть выше в принципе можно будет фиксироваться уже и следите за тем как ситуация будет развиваться дальше находясь в стороне от реалий рынка если вас устраивает такой подход но можете прислушаться к моему консервативному комментарии если вы считаете что евро не просто так растет это новая восходящий тренд который уведет пару выше отметки 1 20 я такую позицию не разделяю но могу пожелать вам удачи доллар канадец 1 32 25 друзья при этом сейчас котировки до лоу был зафиксирован на уровне 1 31 78 пока что наш сценарий также отрабатывается канадский долл укрепляется против американца при этом разбирая вчерашние итоги заседания банка канады можно сказать что риторика казалась не такой как мы прогнозировали более того я бы даже сказал что эта риторика вполне могла бы стать хорошим объяснением того из-за чего канадец мог бы серьезно просесть я не говорил все правильно почему потому что банк канады пересмотрел темп экономического роста на четвертый квартал с двух и трех до одного и трех процента друзья один процент девятнадцатом году также были пересмотрены ожидания по экономическому расширению с двух одного до одного и семи процента очень много было сказано про обвал котировок нефти которые стоили экономики больше чем 0,5 процента процента в частности все эти комментарии явно указывают на то что банк канады так же как и мы рядовые спекулянты следит действительно только за тем что происходит на рынке нефти и после того как спустя 15 минут после оглашения решения по процентной ставки которые как и ожидалось не изменили 1,75 процента выступил стивен полоса он еще раз отметил риски и другого характера том что торговая война которая как вы помните разразилась много месяцев назад между сша и кита оказывает негативное воздействие на всей экспортной экономики канада относится естественно к ним и также он отметил еще одну проблему это то что рост зарплат очень сильно отстает от средних значений которые были обозначены как ориентиры регулятором собственно еще в прошлом году его комментарии также явно свидетельство того что рисков для экономики по-прежнему очень много и в итоге друзья канадский регулятор так и не перешел к вопросу того что будет с процентными ставками дальше и уж точно не дал намек и сигнал о том что ставки будут повышены скажем вот в ближайшие месяцы но почему все таки канадский доллар провалился это точнее почему он укрепился это друзья все следствие того что происходит на рынке нефти и это следствие снижение курса американского доллара еще раз напоминаю что по нефтянке у нас по-прежнему ожидания те же мы ждем движение выше в район 65 долларов за баррель а по доллару уже сегодня в момент выступления паула я допускаю очень высокую вероятность давления на американца который может оказать еще большую поддержку именно канадскому доллару поэтому цель движения в район 1.30 по паре доллар канадец она остается такой же мы друзья все ближе к ней и я думаю что в этот раз канадец нас не разочарует и доберется до этой планки где мы зафиксируем профит на этом собственно все хорошего торговой сессии увидимся как и всегда завтра в 9.30 по московскому времени всего доброго до свидания